контрольный замер веса 30 мая 2015 года время 12 часов 30 минут 91 килограмм 300 грамм здравствуйте дорогие друзья товарищи дамы и господа мальчики и девочки рабочий люд и просто и простые люди да благоволит к нам господь с вами джон клюкер и сейчас подгребают гриба вас либо вас ты хочу пальчики сосет и коляйка да ты пить не хочешь в общем отчет за 30 мая по проекту в вас уже много зелени вон сколько зелени тут пойдем в ту сторону ну пошлите в ту сторону я буду рассказывать любас на тебя смотрит youtube как ты спускает спасаешься от комаров все такое в общем вы смотрели я думаю кто следит за отчетом за 29 мая отчет там я на работе в общем съел на два кусочка ты торта потом пирога два кусочка и еще там такой вот этот такой интересный вкусный я не знаю как он называется торт что ли типа как муравейник тоже пару кусочков села общем этом наелся хорошо все там в общем наелись там стол был такой два торта было пирог и еще пирог целый день почти кушали там чай пили ну периодически приходили чай пили потом я с работы пришел и пикачи он тебя снимает с камера где потом и съел где-то тарелку каши то что сварил это пшонка айтика нападает и салатик сделал там оставшуюся морковку потёр и луковицу половинку да я взял еще луковицу но потом я покажу вам это где в журнале все записываю сколько потратил денег вот сейчас я недавно тоже кушал доел кашу в общем лук доел половинку лука с солью и взял так но посчитал так специально чтобы у меня получилось ровно 1300 рублей в общем я потом вам покажу это журнал где я все записываю и там посмотрите в общем у меня получилось на этот проект на 30 дней в мае я потратил продуктов на 1300 рублей вот сейчас я уже но сегодняшний день до 12 буду только пить чай я за сделал часть это с брусничным листом до 12 часов но я имею ввиду как ночь наступит после 12 уже все у меня проект закончится и я уже что-то перекушу посущественнее и чисто вот для чистоты эксперимента уже буду делать так что вот до 12 часов уже считаете я все кашу это съел меня там осталось сколько там 4 конфетки наверное играешься с ней да вот а там уже ну как сказал буду уже подкреплюсь уже после 12 короче проект закончится а завтра уже буду снимать видео по выводам выводы но там много выводов будет интересных таких спасибо за внимание да взгляните сейчас сам отчет ну что в тетрадке вам сейчас покажу время 8 часов 11 минут вечера москвы проект подходит концу осталось около 4 часов и проект закончится как я уже говорил ранее я кашу уже все съел что мне осталось от проекта это вот чай заваривал на брусничном листу налил в кружку железную сейчас подогревая и вот еще пару конфеток чай буду пить сейчас попью чайок с этой конфеткой и потом еще ближе к 12 наверно тоже чай попью проект вов мой заканчивается завтра будет как я уже не раз наверно говорил самое такое наверное основное видео это выводы после этого проект это будет вав 31 каши сиеты чай допиваю честно сказать конечно чувствуется вот сейчас именно вот сейчас у меня вот под конец уже но до 12 часов я уже решил ничего не буду вот уже соблюдать буду все принципы эксперимента уже до 12 часов 30 мая уже вот что есть то есть что осталось из еды то буду доедать так сказать вот чувствуется так ну хотелось бы перекусить но сейчас вспомнил выражение такое как-то говорю ну я не знаю девушка не помню где его слышал что надо из-за стола выходить немного голодным ну к этому надо опять же привыкнуть вот я вот ну как бы до проекта вовды в принципе течение проекта вов вот этого если я накладывал себе там кашу я естественно накладывал столько чтобы ну чтобы я чувствовал сытость наелся а вот то что надо выходить из-за стола немножко чувствовать себя голодным но это принципе правильно и все согласятся зрители то что ну человек просто не переезд в общем это как-то знаете надо чувствовать чувствую меры потребления пищи чтобы она тебе не была во вред чтобы она была тебе во благо чтоб ты не набрал лишний вес чтобы из-за этого потом у тебя не развились какие-то болезни вследствие из лишнего веса но опять же человек будет некомфортно себя чувствовать если будет лишний вес просто двигаться даже будет тяжело даже про даже пусть лишний вес небольшой но уже вот допустим заставить такого человека пробежаться там километра три я думаю у него там отдышка начнется если у него лишний вес вот после этого проекта у меня уже такие мысли появились давно я не занимался на турнике в июне скорее всего у нас в школе тут есть турнички три турника я там иногда раньше заходил с грибобасом мы туда ходили подтягивались может давненько там не ходили вот сделать разминочку ходить вечерами так как будет получаться хотя бы на часик там допустим вокруг школы там для первого первого раза допустим кружок вокруг школы сделать и на турнике посмотреть сколько там я смогу подтянуться вот после этого перерыва продолжительного то что уже турнике давненько я не занимался сколько я смогу подъемов с переводить с переворотом сделать чего я добивался не все но тогда в молодости хотелось добиться это выход на две руки вот я короче этого добился выход на две руки сразу то есть выход на турнике они на одну руку вот знаете вот на турнике висишь одну но выход одной рукой потом 2 делаешь а вот сразу вот и вот так подтягиваешься и сразу потянулся вот так до сюда до подбородка и потом дальше силой рук но силам там сила наверно пресса тоже присутствует потом эти мышцы крылья тоже наверняка это все задействовано просто берешь и вот так подтягиваешься ну то есть полностью руками выходишь ну выходишь в общем вот я такого результата добился и короче на этом успокоился из тех пор я помню ну вот это ну как бы занимался так занимался и потом как бы ну забросил походы так то есть физические нагрузки это походы потом физические нагрузки у меня были такие солидные это когда я работал горным мастером втб там каждую смену надо было маршрут проходить по шахте интинская там около пяти маршрутов было и каждый месяц вроде бы там давался там допустим первый маршрут следующий месяц второй маршрут в шахте проходишь замеряешь точки там измеряешь газ метан сколько содержания там всякие замечания там надо писать но этого кто знает кто горным мастером втб работал тут в курсе да и вообще когда в шахте работал там конечно физически всяко там ну как бы физические сил больше затрачиваешь потому что спуск в шахту там надо в горку подняться спуститься в общем ходить вот ходьба с весом с весами там что-то тащить инструмент какое-то оборудование вот ну а здесь на нынешней работе тоже в принципе сумок у нас там куча надо таскать но такого нету как в шахте у нас в принципе до места довозят на машине и там уже с машины несешь на рабочее место свое но это оборудование и занимаешься работой вот так конечно надо себя держать в порядке так что вот в июне наверное займусь и так сказать надо подтянуть свое тело вот в принципе вот вам рассказал такие вещи сейчас конкретно проекте затратах на проект в общем я сделал так чтобы у меня получилось ну в общем я подгадал сейчас я расскажу как я подгадал что у меня в месяц получилось я затратил 1300 рублей в общем я вчера взял луковицу взвесил ее она вывесила на 218 грамм лук по 35 рублей короче перемножил это и добавь это приплюсовал вот у меня была сумма 1354 10 копеек плюс в лук получился на вот эта луковица на 7 рублей 63 копейка это приплюсовал получилось сумма 1361 рубль 73 копейки и от этой суммы я отнял три пачки крупы я не использую не пачки крупы это овсяные хлопья две пачки два килограмма и одну пачку вот такая крупа она тоже по 25 рублей но тут не килограмм 700 грамм и того получилось с этой суммы чуть холодильник не закрывает этого получилось 25 на 3 75 я отнял от этой суммы 75 рублей получилось у меня 1286 рублей 73 копейки почти 1300 рублей и я взял короче к этой сумме у нас батон есть а у меня сегодня сегодня хлеба вообще не было эти сухари которые я убрал по 30 рублей но по тем прошла но прошлом этим отчетом вы знаете кто следил сухари я там брал армейские сухари и 30 рублей пол кило стоит я их съел уже с чаем вчера съел и сегодня утром вроде бы там последний сухарик с чаем допивал вот у нас батон стоит 30 рублей я короче четвертинку отрезал половинка на 15 рублей четвертинка на 750 вот к этой сумме 750 прибавил и прибавил к этой сумме 580 это конфеты я покупал конфеты карамельки молочные карамельки к сожалению я купил и цену забыл я думаю они это не больше за килограмм ста 6 160 рублей и я в общем посчитал все там два расчета сделал чтоб у меня получилось 585 5 5 рублей 80 копеек это прибавить сколько надо грамм чтоб конфет это было у меня получилось там что-то 36 грамм и вот в общем 6 конфет я взвесил их они получились на 32 грамма все точно как в аптеке почти вот так что как я стараюсь чтобы эксперимент все было по-честному все вам рассказываю что я кушал какие вот затраты делал и отвечаю вам то что я вот именно потратил на этот проект 1300 рублей сейчас я сами эти записи покажу что вам сейчас объясню сначала покажу вот эту запись что в начале говорит вот была эта сумма вот это вот сумма была потом мире плюс луковица равно вот эта сумма минус 75 что три пачки крупы получилась вот эта сумма потом дальше вот эта сумма получилось я сюда прибавил 750 четвертинка батона я его уже съел в обед с чаем они с кашей вот кашу я доедал и доел и вот на 580 я вычитал и высчитал специально чтобы конфеты получилось и специально получил ну так подгадал чтобы у меня 1300 получилось затраты ровная красивая сумма и для интереса еще разделил на 30 дней просто мне интересно было сколько в день у меня уходило примерно денег в день по 43 рубля 30 копеек вот то есть если как бы округлить по 50 рублей в день с учетом того не забывайте что это прожил в республике коми где цены на хлеб дороже на муку на сахар все тут цены короче дороже здесь у нас ну опять же на 50 рублей ну как бы я сейчас округлил на 50 рублей в день а я правильно как бы но тратил примерно да но я не питался чем сыром я не питался потом а в течение месяца я покупал я помню этот кефир один раз вот на станции булочку покупал булочку вот я по 1860 где-то раза три эту булочку покупал но когда не было счета вот перекусить я вот эти булочки покупал так яйца принципе я ел масло подсолнечное ел и вот я бульон варил я покупал эти бедрышки я покупал одно бедрышко брала варил бульон и вот это вот этого бульона мне хватало на два дня примерно это я вот субботу воскресенье это уже когда середина месяца прошла я вот субботу воскресенье этим бульоном питался и ту и ту субботу воскресенье тоже этим бульоном питался даже не субботу я там не смог сварить не было времени не успевал я что-то вроде бы воскресенье этот бульон сварил и питался воскресенье понедельник и во вторник Вроде бы его доел, в общем, этот бульон С кашей В принципе, мясные я тоже иногда кушал Но Питание, конечно, не особо Качественное, там не хватает Каких-то продуктов, если вот так Допустим, если бы еще в этот рацион Добавить там сыра Ну, иногда Не знаю, ну так надо считать Это потом Рыбы, вот рыбы, кстати, я вроде бы Вообще не покупал Вот у меня Ворнер только угощал Ментаем пару раз Вяленом, да Вот рыбы, то есть надо Какие-то все-таки что-то добавлять В рацион такого, чтобы Питание было по-разнообразнее Потом чеснок я не покупал Чеснок, вот то, что витамины, опять же Чеснок, он дает витамины Так, ну из витаминов, что у меня было В принципе, это то, что вот я Заваривал брусилличный лист А поначалу Я заваривал эти еловые ветки Но у меня Наверное, все-таки из-за них Не знаю, или из-за того, что вот я Этот проект начал Ну, там в комментариях писали, что, мол Ты начал, как бы, на Такой режим перешел Мало стал кушать И из-за этого у тебя голова стала болеть Может быть, из-за этого было Может быть, из-за погоды У нас погода очень сильно менялась Вот Чтобы проверить Это надо опять эти елки заваривать Ну, сейчас что-то даже у меня желание Елки эти неохота заваривать Может быть Ну, может, когда-то Заварил и вам это Дорогие зрители Об этом скажу Действительно Ну, допустим, заварю такой чай с елками И после него у меня голова заболит Допустим То будет понятно То, что Все-таки этот чай с елками Что-то вот мне не подходит Допустим Вот Вот, в принципе Так вот Получается Ну, все И так много я вам наговорил Уже Наболтал Завтра выводы Спасибо, что смотрите И следите за этим проектом Опыт Вообще Классный опыт Я подчеркнул Исходя из этого проекта Я уже для себя понял Ну, как бы Я для себя уже понял Я уже об этом говорил Ну, раньше Вот До этого проекта Я просто как бы Ну, приду там Что там Взбредит в голову То и готов Какую-то обычную Что нравится Какую-то еду Да Что-то посложнее Редко, естественно Там Мамты, допустим Пелемени Вообще редко, наверное Это раз Раза Два раза в год, наверное Раньше я частенько Готовил плов Плов я что-то тоже Перестал готовить Давно А грибобас Вот Признался, что он Плов очень хочет Вот надо будет Пловика Сготовить Порадовать Грибобаса Также ему сделать С такими большими Помидорами Чтоб он Порадовался И я вместе с ним Все, спасибо за внимание До завтра Не знаю, как у меня получится С съемками Последнего Вио Последнего Вио Удачи Продолжение следует